всем привет вы находитесь на канале посвященному ландшафтному дизайну и умному проектированию сегодня я покажу вам как весной живет наш очень сдержанный очень элегантный сад двухуровневый на котором мы закладывали живую изгрызть из ели этот сад я уже показывала а сейчас посмотрим как же он поживает весной начинаем наш обзор весеннего сада ух и встречают нас сказочные композиции мы видим здесь уже цветающие тюльпаны с подбивкой из виолы карнута видите она такая маленькая но при этом обильные цветущие вообще есть некий шарм в этих отцветающих тюльпанах с первого взгляда они напоминают мне маки смотрите какие кашпо компании конкретика посмотрите как здорово они сочетаются с фасадом дома надо сказать что этот сад находится в местечке карт маза и посмотрите какой у нас здесь фантастический цветник открывается вот весна май а все уже цветет в нарциссах ух потом после нарциссов здесь будут солировать котовники частенько меня сейчас начали за котовники прямо троллить не побоюсь этого слова даже называют некоторые меня мадам котовник ребят если у кого-то альтернативы котовнику многолетнее растение чтобы она классно себя чувствовала и цвело с первых чисел июня до глубокой осени если какой-то альтернативный вариант ну чтобы вот не было такого непрерывного еще цветения да тут кто-то сейчас скажет шалфей но господа шалфей все-таки отцветает и для того чтобы спровоцировать шалфей на вторую волну цветения нужно сделать обрезку до до первого междоузлия чего не нужно делать с котовником поэтому жду ответов жду предложений для того чтобы меня не называли мадам котовник и не упрекали в моей такой чрезмерной любви к котовнику сейчас мы с вами видим на самом деле такой плодовый декоративный сад потому что часть растений здесь плодовые это груши и яблони а часть яблонь здесь декоративные постараюсь приехать показать вам как будут выглядеть цветущие декоративные яблони предлагаю сейчас пройтись по центральной дорожке которая должна заканчиваться в итоге красивый поэтический скамьей который будет хотеться идти вот мы с вами идем и перед нами будет открываться вид на нижний сад у которого есть свой шарм сейчас мы с вами в этом убедимся в нижнем саду нас тут массив из гортензий метельчатых аллея небольшая из декоративных яблонь которые мы формируем в шарики то есть у нас будет форма на высоком штамбе шар сейчас до цветения гортензий метельчатой будет украшать композицию массовое цветение лука флатонского а на подбивочке у нас полоса из готовника между которым высажена полоса из-за микса нарциссов пойдемте вниз спустимся для того чтобы насладиться нижним садом плюс ко всему у нас там фантастические теневые цветники уже зацветают обязательно покажу этот цветник летом запомнили да как он выглядит весной здесь микс из нескольких сортов нарциссов причем нарциссы такие трогательные это многоцветковые нарциссы обратите внимание что именно массовая посадка то есть вот когда мы массива все сажаем это выглядит очень эффектно если у вас просто одно растение нарцисс да вот представим что это вот ну вот вот один такой нарцисс он бы потерялся в масштабах сада поэтому я вам очень рекомендую все таки вообще любые растения высаживать массивами и тогда это будет эффектно кстати надо прополоть здесь вот сорняки эти желтые они конечно очень трогательно смотрятся вместе с нарциссами но и несколько по-деревенски упрощают весь цветник сейчас мы это все дело прополем и так продолжаем нашу прогулку видим что здесь тоже уже отцветают наши кадочные композиции невероятно красивая архитектура дома и вообще убранство всего участка вот так вот выглядит подбивка подпорной стенки прямо по курсу у нас новоиспеченная живая сговорить из ели мы ее ждем мы ее формируем будем в этом году вы стригать и активно удобрять для того чтобы она наращивала свою биомассу и достигла как можно более быстрее желаемой высоты мы конечно хотим высоту в уровне с забором верхнего сада но ждать нам этого нужно будет лет пять хотя бы сейчас на ближайшие годы мне бы закрыть высоту забора нижнего сада давайте еще раз плюмимся с вами как выглядит решение из аллеи из яблонь я бы не будут цвести розовыми цветками зрелище будет очень красивые постараюсь его не пропустите и поделиться с вами обязательно покажу вам летом как будет выглядеть массив цветущих гортензий метельчатых с подбивкой из моего любимого котовника а в этой части сада по инсуляционным условиям у нас столько теневые цветники мы могли себе позволить предлагаю начать экскурсию самого дальнего угла где уже зацвели децентры смотрите какая красота так вот здесь вот у нас герань гибридная перетекает в массив из децентры здесь сейчас на переднем плане потрясающе выглядит страусники обыкновенные и кажется ну как же так почему они выше чем задний план но волжанка которая на заднем плане она возьмет свое она обязательно будет выше и будет великолепным фоном для страусников вот так вот это все выглядит абсолютно органично в контексте существующих насаждений очень не хотелось бы видеть здесь весенние луковичные они появятся чуть позже здесь у нас на переднем плане также герань вот у нас децентра разбитое сердце и точно такой же ассортимент вот в этой части и там цветника то есть видите у нас абсолютно сдержанный ассортимент по сути всего четыре позиции герань страусники децентра и волжанка ну вот немножко здесь есть ландыш это те которые здесь были культуры вообще здесь была ставка еще на луковичные весенние ну вот повторюсь они случатся позже если бы здесь были луковичные здесь было бы гораздо более эффектно но я не знаю ребят передает ли эта камера но у меня просто вот полнейший восторг потому что когда-то здесь был такой полумертвый газон просто потому что теневого газона не существует это маркетинговый ход злаки это биологические растения лугов поэтому здесь мы ну никогда бы хорошие плотный ровный газон не видели а наблюдали бы мог что собственно и было до нас да и мы предложили решение вот таких вот теневых цветников между куртинами многолетников у нас использована мульча которая во первых разлагаясь улучшает структуру почвы поэтому мы никогда ее не кладем на геотекстиль во вторых она препятствует росту сорняков вы видите что здесь довольно так чисто при том что мы в этом году еще ни одной пара полки не осуществляли тоже вот видим там массив из полжанки мотив из папоротников и на переднем плане герань пора запускать автополив вижу суховато обратите внимание что здесь есть декоративная подсветка существующих насаждений что придает особый шарм вечернее время этому саду ну что ребятки вот такой вот у нас элегантный очень сдержанный сад но даже нет знаете мы видим что этот сад одновременно и сдержанный но это такая знаете сдержанная роскошь я бы так сказала потому что архитектура и из натурального камня она в общем-то о многом говорит и здесь невозможно к этому саду относиться как ну к чему-то простому нет здесь можно было все что угодно сделать но владельцы сада предпочитают сдержанную роскошь с вами была мария кордубаева основатель дома ландшафтного дизайна royal gardens подписывайтесь на наш канал ставьте колокольчик для того чтобы не пропустить новые видео пишите комментарии просьбы недавно я прочла просьбу о том чтобы показать этот сад выполняю обязательно приеду сюда летом и покажу этот сад летом сад подъ Mine по сад Продолжение следует...